Во Львове грабят школы и детские сады. Уже обчистили около десятка учебных заведений. Куда смотрит муниципальная охрана? Все подробности расскажет Галина Якушко. Вот через эти двери было проникнение. Они их подважили, потому что когда на ранок мы пришли, то двери были отчинены. Ночью через эту дверь в детский сад номер 39 влезли воры. Вынесли 40-дюймовый телевизор. Охрана пропажи не заметила. Это не первая такая кража во Львове. В последние несколько месяцев обнесли почти полтора десятка учебных и дошкольных заведений. Пробежи отбываются в тех закладах, где есть физическая особа. То есть где работают в стороне. И мы видим, что на сегодняшний день это фактически не выравнивает себя. В департаменте образования предложили несколько способов борьбы с ворами. В школах и детских садах устанавливают системы видеонаблюдения, сигнализации, тревожные кнопки для вызова полиции. А недавно решили привлечь так называемую муниципальную варту. Для примера, на одну школу, на денную охорону, нужно один охранец. Если это целодневая охрана, нужно четыре человека. В Львове есть 120 школ. Чтобы расширить штат, понадобится около 800 тысяч гривен. Львовские депутаты считают, ситуацию специально раскручивают, чтобы получить больше денег из бюджета для муниципальной варты. В среднем охрана в одной школе обходится 120 тысяч. В среднем, около 10 тысяч гривен в месяц охрана в одной школе. Сотрудники муниципальной варты за последние две недели скомпрометировали себя уже несколько раз. Недавно один из них попался общественным активистом пьяным. А на прошлых выходных один из муниципалов тоже под шофер маршрутки ударил парня в голову и угрожал оружием. Дивляясь, как они работают, я бы не хотела, чтобы рядом с моими детьми стояла неохранная людина, которая общается матерными словами. Впрочем, менять решение о привлечении муниципальной варты к охране школ и детсадов в департаменте образования не стали. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер Львов.